И все эти шланги, о которых вы говорите, и меры пожарной безопасности, и дополнительные меры безопасности со стороны правоохранительных органов вызваны только одним. Уничтожением государственного и коммунального имущества во многих регионах Украины. И чтобы вы понимали, ни у меня, ни у депутата областной рады, ни даже у работников исполнительного аппарата, среди которых в основном молодые девчонки, мамы, нет страха ходить на работу, и не было его, и не будет. И в первую очередь мы эти меры приняли для того, чтобы не уничтожили это здание, которое мы его не строили, не реконструировали, которое строили после войны наши отцы и деды в тяжелое время. А наше дело сохранить его, приумножить и передать следующим поколениям. Очень легко сжечь это все, залить его, порубать его, побить его. Только я бы хотел, чтобы кто-нибудь, кто это делал, за свои средства потом попробовал это все восстановить. Я каждый день общаюсь со своими коллегами, с представителями областных советов. Так вот, мой коллега, я об этом уже говорил, где-то задавали мне вопрос, кажется, на канале УТ-1, Михаил Ганечер, председатель Черневецкого областного совета, вышел также к мирным гражданам, которые говорили, давайте выйдем, найдем общий язык, мы здание рушить не будем. Сегодня лежит он в больнице, после мирного общения с мирными гражданами бросили булыжник в голову, он на больничном. Сергей Татусяк, председатель Винницкого областного совета, после общения с мирными гражданами, чтобы здание ставить в покое, отравили газом, он тоже сегодня находится на лечении. Но речь идет не о персоналиях, не о личностях, а речь идет о том, что Валковскую администрацию ночью бросили коктейль Молотова. Это хорошо, что там был сторож, это хорошо, что он не спал в это время, и хорошо, что он вовремя пробежал и локализовал эту зону пожара, которая могла бы перекинуться на все здание, и она просто бы сгорела. А понимаете ли, дают себе отчет сегодня люди, которые, вы с кем воюете, что вы здесь захватываете? Скажите мне, пожалуйста, здесь лежат документы в Черкассах, захватили финансовое управление областной государственной администрацией, где находятся документы по субсидиям, по пенсиям, личные дела людей. Вынесли мебель, документы порубали, сожгли на площади. Кому вы сделали плохо? Что это имущество? Ответьте мне, пожалуйста. Это имущество этих людей, которые рубили его. За счет бюджета, за счет отчислений оно десятилетиями создавалось. Вы скажите, что это вообще такое? Я вам еще один пример приведу, коль вы задали вопрос. Вы понимаете, нам надо определиться, потому что у нас амбиции и европейские, а поведение очень часто азиатское. Так вот, я вам хочу сказать, в воскресенье пример. Если мы хотим цивилизованного пути развития, я не понимаю, что это за органы. Сегодня создаются народные дружины или народные рады. Вот я с коллегами там общаюсь, отодвигают там руководителей. За каждого из депутатов голосовали тысячи людей. Им дали мандат доверия. Или мы эту власть, если хотим переизбирать, будем переизбирать демократическим путем, в соответствии с Конституцией, действующими законодательствами. Нам что-то не нравится в законодательстве? Давайте его поменяем. Нам не нравится Конституция? Давайте цивилизованным путем несем изменения в Конституции. Но подождите, прошлые пять лет мы были в оппозиции. Мы, может быть, не любили власть, но мы ее всегда уважали. Вы видели когда-нибудь, чтобы партия регионов, которая здесь занимала две трети, жила стулья или била окна? И мы всегда находили общий язык с политическими оппонентами, всегда принимали решение на сессии областного совета в пользу территориальной громады. Неужели это не пример для подражания взаимоотношений и взаимодействия разных политических сил во благо территориальной громады? И аналогично то же самое должно быть на уровне государства. Для меня это непонятно. Свежий пример. Мы хотим цивилизованного пути развития демократического, европейского? Да, хотим. Но тогда демократия это в первую очередь закон. В воскресенье демонстранты в Париже вышли. Пока не рассказывали вещи, которые им хотелось рассказывать, их никто не трогал. Как только из уст митингующих прозвучало недовольство действующим президентом Оландом и законами, которые уже при его правлении были приняты, закончилась эта мирная акция в тот же день. Арестовали 265 человек. Я не слышал, чтобы хоть один оппозиционный политик с Украины выступил в поддержку этой мирной акции. Это не двойные стандарты. Я не слышал ни одного посла, ни одной страны, ни одного руководителя государства, который бы осудил президента Франции и правительства Франции в таком поведении по отношению к своим мирным жителям. Аналогичный Гамбург, Декабр, Германия и так далее и тому подобное. Мы хотим жить по законам. Мы хотим демократического общества. Вот они примеры. Значит, давайте учиться. Учиться друг друга слушать, учиться друг друга слышать и повышать свой уровень политической культуры.